Я не деньги зарабатываю. Деньги являются побочным продуктом моей эффективной деятельности. Все, что я делаю, я занимаюсь саморазвитием. Изучайте себя, развивайте себя, изучайте эффективность. Все это придет. Для меня бизнес, инвестиции, общественные деятельности – это как лаборатория, где я проверяю свои гипотезы. Если я что-то где-то делаю, раз накосячил, совершил ошибку, я начинаю анализировать и думаю, так, сразу пишу себе правила, вот так больше не поступать. Еще что-то делаю и опять пишу. У меня стандартизировано все. Когда я делаю инвестиции, у меня процедура, я по ней иду, для меня очень важно всегда соблюдать правильный процесс принятия решений. Потому что за благоприятность результата я не могу отвечать, потому что между вашим решением и результатом всегда есть шансы. И вы не знаете, в какую сторону это повернется. Вы можете даже все правильно сделать, но не добиться успеха. А можете сделать что-то неправильно и добиться успеха. Я пример приведу. Вот вы выходите из дома, посмотрели прогноз погоды, 15% вероятность дождя. Вы думаете, ну что такое 15%? Пошли и промокли. И в следующий раз вы думаете, блин, решение не брать зон было плохое. На самом деле оно было правильное. Вы посмотрели прогноз, все. Просто 15% – это не 0%, они тоже когда-то случаются. Ну, произошло так. То есть продолжайте правильную процедуру принять решение. Я занимаюсь инвестициями. И как я до этого говорил, я отношусь к этому процессу как к процессу самопознания. Самопознание и вообще познание этого мира. Я ребятам говорю, вы должны четко понять точку отсчета. Моя точка отсчета – я не деньги зарабатываю. Деньги являются побочным продуктом моей эффективной деятельности. Все, что я делаю, я занимаюсь саморазвитием. А саморазвитие подразумевает работу с собой, с психологией, своими человеческими качествами, со своим умом, со своим образом мышления. Вот что подразумевает. И когда ты это все выпрямляешь, выстраиваешь, а в конечном итоге, если ты считаешь, что жизнь – это больше, чем зарабатывание денег, вот поэтому у меня появилась миссия прожить счастливую жизнь. Ну, можно прожить просто счастливую жизнь, а я хочу с пользой для общества и окружающей среды. И все мои встречи, проекты, дела выстраиваются под это. Я каждый раз задаю вопрос, вот эта встреча сделает меня счастливой или нет? Если нет, я спрашиваю, это принесет пользу или нет обществу? Принесет пользу природе или нет? Если нет, я это выкидываю, это не соответствует моей миссии. И все встречи, все проекты, все задачи я прогоняю через свою миссию. И это для меня крайне важно. Что бы вы посоветовали, куда инвестировать? Первое, конечно, это в себя. Первое – это в себя. Второй момент – нужно четко понимать все-таки цели. Цели для чего. Делание денег, зарабатывание – это не есть цель. И, как правило, вы ошибетесь. В этом плане я бизнесменам всегда говорю, найдите сначала свой икигай. Это то, что вы любите, то, что у вас хорошо получается, то, что нужно обществу и за что вам платят деньги. После того, как вы найдете свой икигай, вы будете знать тему хорошо. Мой икигай – инвестирование. Потому что инвестирование как процесс, оно самостоятельный вид деятельности. Я инвестирую в зависимости от конфигурации своего портфеля. Я инвестирую в то, что антикризисно, то, что растет во время кризиса. У меня антикризисный портфель есть. Ну, например? Сельское хозяйство, продукты питания, базовые вещи. Это куриное мясо, это фрукты, ягоды, соя, соевый широт, масло и так далее. Образование. Почему? Потому что в пирамиде есть такая пирамид, от чего люди отказываются. В последнюю очередь отказываются от медицинских услуг. Перед этим стоит образование детей. А перед этим стоит базовый продукт питания. Вот в этом треугольнике инвестировать. И в то же время 20% средств всегда, как покупка лотерейных билетов, инвестирует в IT-сектор. И у меня большой портфель в IT-секторе. Почему? Потому что если вы будете инвестировать только в базовые сектора, у вас доходность будет очень низкая. Риск-профиль будет хороший, но доходность, риск-реворс будет не очень. Если будете формировать портфель только в IT-секторе, то вы превратитесь в венчур и слишком много поставите на кон и наружу все правила. Никогда не рискуй большим ради меньшего. Всегда рискуй меньшим ради большего. То есть опциональное мышление надо в себе вырабатывать. Поэтому я использую принцип штанги, который я у Насима Талиба видел. Бизнес и дружба несовместимы? Да. Потому что нужно четко понимать, ты в данном случае друг или бизнесмен, а в офисе это часто путается. Так же, как несовместимы инвесторы и бизнесмен. Это два разных стула. В долг никому давать нельзя? Абсолютно согласен. Тем более под проценты. Никогда нельзя брать на работу родственников, чиновников? Это вообще такое правило, которое надо высекать на камне. Никогда нельзя иметь дел с бандитами? Это тоже железное правило. Какие бы они, раз прекрасные, не были, это все-таки остаются бандитами. С ними нельзя иметь дел. Богатство должно быть не только законным, но и легитимным? Это я для себя вывел правило после того, как у меня отняли банк, и за меня никто не заступился. Я понял, что у меня богатство было законное, но не легитимное. А в чем отличие? Легитимность – это такое состояние, при котором общество признает за тобой право на твое богатство. А если ты заработал законно, но не в соответствии с моралью общества, то общество говорит, да, ты, конечно, богат по закону, и нам тебе нечего предъявить, но ты нелегитимен. Я был в таком статусе. Проблема большинства людей в том, что у них низкая самооценка. Человек с низкой самооценкой никогда ничего не добьется. Человек с высокой самооценкой, его остановить невозможно. Потому что человек с высокой самооценкой всегда ставит себе высокие цели. И эта высокая самооценка о себе не позволяет ему не достигать этих целей. И человеку с высокой самооценкой никогда не требуется мотивация. А для того, чтобы вас высоко держать свою самооценку, представьте, что вы десант, вы космонавт, вы инопланетянин, который вы прислали в этот мир, для того, чтобы вы изучили строение этого мира. Представьте, это такая игра. Изучили строение этого мира и преуспели. Разведчик. Вы разведчик в этом мире. Понимаете, когда вот так ты опрос делаешь, ты ко всему подходишь, как к ученым. Вот смотрите, разница, почему молодые люди делают как. Для того, чтобы достичь цели, нужно сделать 10 попыток. Из них одна только будет удачная. Они загораются, делают одну попытку, не получилось. Вторая попытка, не получилось. Третья попытка, не получилось. Четвертая, не получилось. Пятая. И думает, да, ну, нафиг, я, наверное, неудачник. Как дела, поступают ученые? Он знает успех в среднем 10 попыток. Он раз ошибка отмыт. Опа, у меня осталось 9 попыток. Еще больше, еще больше. На восьмой попытке он, как гончая собака, которая почувствовала запах дичи, он понимает, успех близок, и он удваивает усилия. Вместо того, чтобы разочароваться. А по закону Паретта, последние 20% пути, 20% усилий, приносят 80% результата. Так вот, как раз-таки, все усилия удваивать надо в конце пути. И каждая неудача вас должна мотивировать и стимулировать удваивать усилия. А это возможно только в том случае, если вы будете себя чувствовать исследователем этого мира. И понимать, что деньги – побочный продукт вашей эффективной деятельности. Я бы дал совет такой. Осознайте свою значимость. Осознайте свою значимость, что вы значите очень много для этого мира. Изучайте себя. Развивайте себя. Изучайте эффективность. Все это придет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok